Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все мы, возлюбленные Господи, братья и сестры, приходим таинственно в жизнь и покидаем этот мир так же таинственно, ведь Господь оставляет за собой благословенное право тайны на то, чтобы сохранить от нас сокрытым наше рождение, потому что никто своего рождения вспомнить не может, но наше рождение помнит всегда наша мама. И каждый из нас не может вспомнить момента своей смерти в пределах земного бытия. Другое дело, когда надвременное бытие, которое происходит за гробом, там человек может дать, скорее всего, потому что Господь открывает завесу этой тайны, дать какой-то анализ своему жизненному пути, может поплакать над своими грехами и может при этом быть посвященным в тайну сокровенную, которая при жизни нам не открыта. Когда наш престольный праздник храма в честь Иерусалимской иконы Божьей Матери выпадает в воскресный день, то рядовое евангельское чтение воскресного дня, которое мы слышим помимо чтений, посвященных Пресвятой Владычице Богородице, посвящено великому чуду, которое произошло в начале выхода Креста Спасителя на общественное служение. Это чудо воскрешения сына Наинской вдовы. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, подобен свидетелям этого чуда, когда слышат это дивное евангельское повествование. У врат города Наин женщина, которая была вдовой, шла вместе со своими соседями и знакомыми, провожая погребальную процессию своего единственного сына. И эта женщина была вдовой. Господь, проходивший мимо города Наин, видевший эту погребальную процессию, будучи сердцеведцем и зная крайнее горе матери, решил не остаться безучастным, но дал свое щедрое благословение. Он воскресил сына этой страждущей женщины. Все знали, что ее ребенок был мертв, потому что он был по обычаю погребения оббит погребальными пеленами. И вот Господь делает неординарные вещи. И эти вещи являются неординарными дважды. Во-первых, закон ритуальной чистоты во время земной жизни Христа Спасителя у богоизбранного народа был таков, что нельзя было подходить к мертвецу, а уж тем более нельзя было его касаться. Тот, кто касался мертвеца, почитался нечистым, нарушившим свою ритуальную чистоту. Но Творец и Промыслитель мира Господь приходит к кадру страждущей матери и подходит к кадру сына и касается плеча страждущей матери, говоря ей, не плачь. И повелевает юноше простыми словами, говорит, юноша, тебе говорю, встань. И уже мертвый отрок встает и начинает говорить. Это чудо повергает в ужас многих, но владыка жизни Христос это чудо сотворяет не только превосходя законы естества, но и изрядно милосердствуя о женщине, которая утратила всякую надежду. Часто бывает так с нами, когда мы предстаем перед образом пресвятой, пречистой, преблагословенной владычицы Богородицы, что мы к ней приходим, как она воспевается в церковных молитвословиях, как к надежде безнадежных. И очень часто бывает так, что мы теряем в жизни последнюю надежду, но вторгается в нашу жизнь божественная любовь в образе самой пречистой владычицы Богородицы. И Богородица, зная, что такое материнская скорбь, милует нас ради молитв наших матерей. Богородица приходит к своему божественному сыну и приносит плач о наших грехах, но тем не менее она и спрашивает у своего божественного сына бездну милосердия к нам грешным. И очень часто так бывает, что погребая последнюю надежду в слезах, стоя перед образом пречистой в молитвах, нам даруется надежда единственная и главная. Даруется сам Христос Спаситель, которого Церковь именует упованием нашим. Богородица является матерью упования и матерью жизни. И почитая ее, в ее преславных, пречистых, преблагословенных образах мы воздаем первообразу самой пречистой поклонение и благодарность умилительную о милостях, которые изливаются от Бога и ее неусыпными, исполненными любви молитвами. В евангельском повествовании мы видим мать утешенную, но есть еще и мать утешающая, мать Христа Спасителя, своим смирением исткавшая плоть Богу. Именно ее мы сегодня прославляем. Именно к ней мы обращаемся как к той, кто является первой ходатайцей о спасении каждого человека, живущего на земле. Но наибольшей ходатайцей является Пресвятая Владычица Богородица за нас, христиан православных. Нам дано высокое звание христианина, но чтобы не печалить Пречистую Владычицу Богородицу, чтобы ее не расстраивать, чтобы не доставлять ей глубокую скорбь материнской боли, нам следует, дорогие братья и сестры, исполнять ее единственную заповедь, которая звучит, когда совершается чтение Евангелия, которое мы слышим, когда таинство венчания происходит. Богородица говорит на браке в Каник-Галилейской, и эта единственная заповедь записана в Евангелии как прямая цитата Божьей Матери. «Что скажет вам Сын мой, то сотворите». Вот этого краткого благословения Пречистой достаточно, чтобы спастись. Ведь она повелевает нам не больше, не меньше, но устремлять свои сердца к исполнению заповедей Господней. Пусть молитвами Пресвятой, Пречистой, Преславной, Преблагословенной Владычице Богородице, которую мы можем представить, потому что, по слову святых Епифания Кипрского и преподобного Паисия Святогорца, Пресвятая Богородица выглядит именно так, как изображена на Иерусалимской иконе. И пусть нам будет легко представить Пречистую, входящую в нашу жизнь и своей материнской рукой, отирающей наши слезы, исполняющей нас ободрение, как мать, верящая в своих чад, исполняющая нас благостыни и подвязающая нас доверять ее Божественному Сыну и призывающая исполнять заповеди Его для того, чтобы в нас прославилось Пречистное и Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.